Ярославля началась подготовка к конкурсу на лучший проект оформления Богоявленской площади. То каким станет одно из знаковых городских мест, теперь будет зависеть от самих жителей. Елена Третьякова поинтересовалась мнением ярославцев. Сейчас здесь голо, странно и неуютно. Шутка ли привычка длиной в четверть века? С 90-х годов взгляд жителей и гостей города здесь упирался в кучку ларьков и несуразных магазинчиков. После большой зачистки в судьбе знакового места наметился очередной поворот. Теперь уже судьбоносный. Будущий облик Богоявленской площади вызвал среди специалистов горячие дебаты. При этом одни склонялись к мысли об участии в создании проекта исключительно профессиональных дизайнеров. По мнению других, выбор нужно оставить ярославцам. Эту мысль подтверждил недавно проведенный соцопрос. В нем принял участие каждый тысячный горожанин. Мнения насчет возобновления торговли поделились пополам. Более половины считают, что там не должно быть стационарных каких-то киосков или что-то модулей. Это либо передвижные тележки, либо это какая-то легкая непринужденная торговля. Точки с продажей печатной продукции, цветы, вода. Горожане оказались единодушны в одном. Больше никаких громоздких сооружений здесь быть не должно. Максимум туристические стенды. Свои пожелания неравнодушные ярославцы смогут оформить в виде проектов. Лучший будет определен экспертами конкурса. Мне хотелось бы, что эта площадь, во-первых, сохранила свое историческое назначение, свое прикладное утилитарное значение, как остановочной площади. Я надеюсь, что наши дизайнеры, архитекторы, художники примут участие в объявляемом мэрии конкурсе. И результаты порадуют ярославцев и гостей города. Начало соревнований на лучшую народную идею намечено на ближайшее время. Его точные сроки и условия можно будет найти на официальном портале Ярославля. Что называется, на раскачку у потенциальных участников есть два месяца. Итоги планируется подвести уже в начале сентября. Кроме морального удовлетворения, победителя ждет и материальное поощрение.